Добрый вечер, дамы и господа! В студии Алексей Поляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительное шоу «Профилактика». 19.07 в столице. Ну что, друзья, это час. Да, всё? Нормально? Просто Леонид, да? Но я уже вас не знаю, потому что сейчас вдруг опять заставите меня говорить, друзья. Вот это слово «каждый день». Это в следующем часе будет. В следующем, слава богу, господи. Тогда мы приветствуем Леонида. Лёня, может быть, я сегодня будем называть Леонардом из уважения? Ну да. Хорошо. Леонард Голованов. Это большая честь. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. Вот сейчас мы, друзья, сначала Лёня нам расскажет что-то из автомобильных, так сказать, там, из новостей каких-то. Есть там новости. Кстати, я видел, судя по реплике, которую Лёня сделал для вестей, он, он же ты, Лёня, ты прокатился на так называемой Товсли. Или как она называется? Тесла. И Вивсли, да. И Вивсли. Интересно было? Прокатился, правда? Да, да, да. Я себя чувствую сейчас как персонаж того анекдота. Помните, как там в гражданскую войну в село врывается, значит, парень на коне, там, да? К нему там кто-то однажды, там, Ваня, тот его шашкой «Ха!», да? Ванечка шашкой «Ха!», и вот врывается там в родную хату. Мама «Петро, что с тобой?» Мама, я Ленина видел. Я вот сейчас вот так себя чувствую, да. Сейчас расскажу, что прежде смс-ка из Питера, просто эмоциональная. Подскажите, пожалуйста, что лучше, починить разбитую Мазду-6 или продать её как свиньям собачьим и ездить на общественном транспорте? Андрей, Санкт-Петербург. Вот так вот. Ну, слушайте, не покидайте наш станты автомобилистов. Ну, бывает, с кем. Ну, да, побились. Ну, починить-то можно. Чинить можно, всегда можно. Смотря как побились и какие руки чинить будут. Кстати, да. Может, правда, лучше на метро. Давай, Леня, расскажи про свою Товслу и Вивслу. Да, слушайте, вот долго я ждал, мы ждали все в авторевью этого. И, наконец, заполучили здесь, в Москве. В Москве, да? Да, 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 заполучили машину частную. А, ну, то есть серенькая. Да, заполучили её, а других пока не будет. Пока, да, да, очень долго. Я думал, с интересацией. Нет, где-то её на пять дней мы заполучили. Отвезли на полигон. Да нет, угнали от подъезда просто. То есть он понял, что недостаток у вас, да, знаний по этой машине. Он принёс, сказал, что вот, покатайте. И мы провели, наконец-то, первый в России настоящий полноценный тест электромобиля. Этого Тесла, да. Мы уже испытывали раньше Mitsubishi IMF, Nissan Leaf, электрический Renault Kangoo. Но это, конечно, вообще другое. Другое, правда? Это другое. Это вот Эллен Маск, он, конечно, в первую очередь, во-первых, с моей точки зрения, это история про то, что, опять-таки, помните анекдот, да? Когда умирает старый еврей, который знал рецепт хорошего чая. Хорошего чая, да. Евреи, не залейте заварки. Не жалейте. Да, это вот про это. Потому что почему-то ни у кого не получилось нашпиговать автомобиль таким количеством батареек, а у Теслы получилось. И у них всё, вот они не побоялись сделать такую ультимативную историю. Очень мощные батареи, очень мощный электродвигатель. Если интерфейс, то по полной программе похоже на эпловский, с огромным этим дисплеем на панели. А у них там операционка своя? Тесловская? Да, да, они сами разработали. Есть у меня претензии, автомобиль не идеальный, сразу скажу. Есть вопросы, да, и чисто по автомобильным делам, например, к тормозам, к информативности педали тормоза, к тому, как осуществляется связь между усилием нажатия на педаль и замедлением и так далее. Есть претензии к подвеске. Она там иногда жестковата, а иногда допускает раскачку людей. Вот у нас была машина с пневмоподвеской. Есть какие-то нюансы, но учитывая то, что это фактически первая модель самостоятельной фирмы, которая ещё 10 лет не существовала, и учитывая то, что это первый электромобиль, который у нас сейчас в холода, продемонстрировал запас хода более 200 километров. То есть реально, да. А вот о чём мы говорили, то есть на холодной погоде 200 км проезжает. А сколько вы заряжали её? Вот. А это очень интересная история, потому что оказалось... Я тут, извини, ты скажешь, что в прошлом апреле мы же получили на тест, и вот заряжали. Нет, оказалось, что она требует 10-киловаттного подключения. О, матери божья. 40 ампер надо. То есть просто из розетки обычной на 16 ампер вы её будете заряжать сутки до полной зарядки. Но они же продают какие-то специальные агрегаты. К ней идёт специально... Да, тебе нужно подключение. Тебе нужен мощнейший источник. Вот как, знаешь... Конечно. И это вопрос инфраструктурный в первую очередь. То есть это вообще... Развитие электромобильности будет только в случае развития зарядной, прежде всего, энергетической инфраструктуры. Подожди, а ты знаешь, что расскажи? В двух словах. Вот тебя не пугает такая ситуация? Вот, например, когда ты едешь на обычной машине, и у тебя, простите за резкость... Ну, есть такие раздолбаи. Для нас слушателей, может, будет интересно узнать, что иногда они забывают свой загранпаспорт в посольство. Которые едут на страницу, вдруг у них кончается бензин. Да. Они знают, что надо поймать пацана. Да, конечно. Канистры доехать. Да, она, как правило, есть в какой-то доступности до заправки. Набрать канистру, вернуться, залить и поехать. Предположим, та же самая ситуация происходит с нашей Товслой. То есть ты останавливаешься, и куда ты идёшь? Супермаркет с батарейками. Супермаркет с батарейками. Покупаешь 4 тысячи. Нет, ну, во-первых, там всё время горит. У тебя запас хода, и это, на самом деле, давит на мозги. Это вот как у тебя, вот ты ходишь с телефоном, и постоянно смотришь, тебе нужно совершить звонок, а ты смотришь, у тебя осталось там две палочки. Одна палочка. Сначала начинаешь выкручивать яркость на минимум, потом какие-то агрегаты отключать. Вай-фай, блютусы. Ты можешь включить ограничение мощности. Ты можешь просто вести плавнее. И эта штука, кстати, учит тебя вести плавнее. Потому что там на экране полностью отражается стиль твоего вождения, и ты сразу видишь расход. И в чём, кстати, ещё состоит, ну, там, да, ну, не гений, да, но вот смелость. Смелость, да, да, Элона Маска и его коллег, они применили очень мощный электромотор и очень мощные батареи, которые позволяют очень эффективно рекуперировать энергию торможения. Первый раз я видел, а там всё это отражается у тебя, да, есть указатель энергии, и ты, скажем, нажал на газ, вернее, там, на педаль тока, да? Да, на педаль тока. И у тебя раз, там, да, 60 киловатт, ты видишь, ты тратишь. Ну, а потом ты сбросил газ, и у тебя раз, это всё эмулированная стрелочка коснулась другую. И она уже заряжает этими же 60 киловаттами. А, вот оно. И вот, да, электромобиля, который смог бы рекуперировать 60 киловатт, я пока ещё не встречаю. То есть, отвечая на мой вопрос, ты считаешь, что это просто ответственность, потому что там всё написано, поэтому если ешь через тайгу, то знаешь, что сколько у тебя есть в запасе. Нет, нет, по-любому ты привязан. Привязан, конечно, привязан всё-таки. Конечно, конечно, абсолютно. И электромобиль всё равно даже такой остаётся электромобилем. И это рассчитано вообще, вот кто может им пользоваться, даже, вот скажем, в условиях Москвы, только тот, у кого или на даче, вернее так, и на даче, и там, где он бывает в Москве, есть очень мощные розетки. Источники тока. Источники тока, да. То есть, чубайс. Нет. Нет, ну какой-то там богатый человек, у которого дома... Где может быть такая многокиловаттная история? Я вам скажу, где. Музыкантам всегда она нужна для звука и для света. Поэтому в каких-нибудь клубах, даже поселковых, в дворцах культуры, правда-правда-правда-правда. А где ещё? Потому что такого количества киловатт вы в общем-нибудь не возьмёте. Но это инфраструктура и электрооборудование. Но вот, насколько я понимаю, у них, у Тесла, значит, вдоль всего днища расположены эти аккумуляторы. Соответственно, и центр тяжести у неё ниже оси колёс. Действительно, крены очень невелики. Как она управляется вот с таким центром тяжести? Едет очень хорошо. Причём разгон фантастический. Ты нажимаешь, и у тебя... То есть я верю в заявленные вот у этой модели 4,2 секунды от 0 до 60 миль в час. То есть это от 0 до 100, где-то там, скажем, 4,5 секунды. Верю. Летом мы это, вот как только снег сойдёт с полигона, мы возьмём её ещё раз, померяем. Но вот по ощущениям это правда. И поворот держит. Разгон сумасшедший. Едет очень приятно. Она похожа на Jaguar и на Mercedes. Очень такой руль. Причём переводить этот электроусилитель даже в стандартный, уж тем более в спортивный режим бесполезно. А вот в комфортном режиме она едет вот как Jaguar, как Mercedes. Спокойно, без надрыва. Весьма породисто. Крены невелики. Реакции очень быстрые. И ты едешь и наслаждаешься, в общем-то, жизнью. Круто. Браво. Прямо круто. Браво, да? Да. Ну что ж, браво. Продолжаем. Нет, вернее, начинаем, друзья. А, последний вопрос. Давай, давай, давай. А как она звучит? Это же электромобиль. Как она? Как троллейбус? Значит, когда ты сидишь сзади, ты слышишь, там сзади электромотор, ты слышишь, как будто далеко-далеко работает пылесос. За рулём ты не слышишь вообще ничего. То есть просто тишина, только шум шин. А тебя слышат пешеходы, прохожие? Нет, нет, я ехал по двору, передо мной шёл человек, и я, ну, ждал, я не стал сигналить, он меня не слышал вообще, естественно. Это очень опасно, Леонид. Ну как, сейчас современные автомобили премиум-классы, а это премиум-классы, извините меня, да, даже в Штатах, там, да, от 60 до 70 с чем-то тысяч долларов, а у них двигатель заглушен тоже очень хорошо. И в этом смысле я не скажу, что это какая-то революция, потому что всё равно шум от шин остался, шум аэродинамический на скорости выше, там, 80-100 км в час тоже остался. Но всё равно вот этого рычания мотора от кидания, когда нажимаешь на газ. И мне, например, от этого немножко даже неуютно, потому что останавливаешься на светофоре, тишина мёртвая. Причём, опять-таки, кстати, смелость ребят из Теслы. Во всех других электромобилях ты, когда садишься, ты должен нажать кнопочку старт, а это некий такой атовизм, ну, как бы, да, запустить якобы двигатель. Он же и так работает. Эти свободны от ограничений, и они просто сделают, ты садишься, захлопываешь дверь и поехал. Ты включил, да, ты включил драйв мерседесским таким рычагом селектора и поехал, всё. Молодцы. Хорошо, но теперь можем уже на каракцию перейти? Даже не на газ, а на ток. На ток, да. Поехали. Дорожный просвет. С Леонидом Головановым. Дорожный просвет. 5533 в начале смс-слово «Маяк» и 728-7171, код Москвы-495, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Начинаем. Начинаем. Леонид, помогите, пожалуйста, выбрать БУ-хэтчбэк. Важна проходимость, надёжность, эмоция от авто и стоимость обслуживания своими руками. ЗАС, шанс, полтора литра почти новый. Или ланцер. 9, 1,6. Да, литров. Шестилетний, 70 тысяч пробегов. Конечно, девятый ланцер. Пусть и не хэтч, но японец. Или, может, флачетти 1,6. Ну и лучше затянуться до Сандера 1,6. Ну, кстати, у Сандера Степвей, поддержанный, скажем так, их не так много, но это будет отличным вариантом, учитывая проходимость. Ну, он чуть подороже, человек пишет. Он чуть подороже, но он и, если важна проходимость, а там всё-таки дорожный просвет повыше, вот, и подвеска великолепна для разбитых дорог, это, конечно, да. Но в этой ситуации, вот да, из того, что упомянул человек, абсолютно, я сторонник 9-го ланцера, найти только места, где запчасти покупать, у меня официалов, там они дико дорогие, дешевле. И всё, и нет проблем. А люди, видишь, фантазируют, где можно взять такой прикличный источник, только в столовой любой можно взять, пишут, прачечный тоже, любой завод подойдёт, очень много всего. А пишут вопрос, как работает печка, вот сейчас, когда ты садишься, я начинал, я выезжал из нашей там, из реставрационной базы, там температура 8 градусов. И даже всё равно, то есть при том, что машина не охлаждена, а всё-таки, но ты выезжаешь, начинает работать климат-контроль, зашкаливает сначала вот этот график потребления электроэнергии. А, то есть, чтобы прогреть машину, нужно много тока. Да, абсолютно, он отбирает достаточно много электричества, но потом климат-контроль работает нормально, я даже уменьшил на 18 градусов, обычно я там 20-20 доставлю, и всё. Я даже подумал, что вот бы сюда дизельный обогреватель автономный, а почему бы нет? Вот на Рено Кангу электрическом, о котором я упоминал, там такая штука есть, есть 10-литровый бак. Но справедливости ради, обычные кондиционеры тоже сжирают процентов... 3,5 киловатта, отдай и не греши, конечно. Так что вот, я просто думаю, контактная сеть троллейбуса, она не подойдёт для... А чего, кстати, сказать, послушай, подождите. Нет, ну если устраивать инфраструктуру для электромобилей... Единственное, что пронизывает весь город электричество, Илюха прав абсолютно, это контактная сеть троллейбуса, пронизывает весь город. Что да, ты сейчас возьмёшь себе и будешь... В метро, в метро спускаешься, быстренько... Надо посмотреть просто, какие по характеристике у них. Накидываешь, слушайте, зря смеешься. Две клеммы где-нибудь, две клеммы. Накидываешь и стоишь. Нет, а ещё дачники как делают, они же подключаются прямо к проводам, помимо щитка, да? Да, и всё. Это знаешь, что это безответственно дачники. Ворую дачники. Ох, да. Я так не делаю. Мужички! Давай, Мужички нас так называют, это очень приятно, трогательно. Мужички, помогите! И сразу раз, и другая тональность предлагают Lexus RX 300. Эта тональность меняется с 2005 года. 100 тысяч километров пробега, много ли недостатков, машина очень понравилась, Москва, Егор. Да, это хорошая машина, и если 100 тысяч, вряд ли это, Егор, родной пробег. Да, конечно, я боюсь. Но вдруг, если это так, то да, это очень хороший автомобиль, по вознадёжности там всё нормально, берите, не пожалеете. Лёнь, а вот тебе напоминают прорывковый трос, карточный долг-долг чести, пишет Наташа. Мы сделаем в следующем полу счастья. Позвонишь следующее во время новостей. Наташа, ну вот просто представьте Лёнину жизнь. Тут надо узнать про этот рывковый трос, а тут тебе Теслу дают на испытание. Чем вы будете заниматься? Вот, но мы узнаем. Ещё раз, 5533, в начале смс, слово Маяк, наш смс, портал, друзья. И 728-7171, кутмоска, 495, это телефон. Давай возьмём его, собственно, алло. 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 Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Леонид, здравствуйте, уважаемые ведущие. Я как-то до вас дозванивался, признавался, что я большой поклонник авторевью, и вас, и ваш, в частности, Леонид, ничего не изменилось. Спасибо, спасибо, напомнил. В прошлой передаче мы поговорили о переднеприводных, переднеприводных, полноприводных автомобилях, и о недостатках, преимуществах. Мне очень импонирует Golf, GTi новый. Он переднеприводный, и хотелось узнать, он страдает от таких недостатков, которые вы перечислили в прошлой программе, или он всё-таки немного другой, иной среднеприводный автомобиль. Ной. Ну, как сказать, он, спасибо, во-первых, за тёплые слова, во-вторых, у него, вот то, что называется торк-стиринг, да, силовое подруливание, оно сведено к минимуму, потому что там работает ещё система имитации блокировки дифференциала, там тормозами всё это дело прикусывается, да, при пробуксовке. То есть увод в сторону при разгоне мощным там минимален. Но передний привод всё равно есть передний привод. И особенно вот сейчас, когда скользкая дорога, вы нажимаете на газ, и тут же начинается пробуксовка, система начинает всё это дело душить, и, конечно же, вы реализовать мощность вот те там, да, 200 с лишним сил, которые развивает там двухлитровый турбомотор, не можете. Поэтому, да, поэтому я всё-таки предпочитаю, если брать машину на целый год всесезонную и хотеть как-то, ну, так там активно, да, разгоняться, то всё-таки полный привод пока никто и ничто не заменит. Спасибо. Вот так. А вот прям такой вот, ну, это сигнал тревоги. Добрый вечер, друзья, помогите. И папа, потому что это, так сказать, жизнь человека в опасности. Папа нацелился на китайца Great Wall, новый, отговариваю, хотя бы Актион. Может, я не прав, Миха? Правый, 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 правый. Вот. Вот, да. Актион сейчас стал получше, да, стал подальше от китайцев. Да? Да. Да. А Great Wall, на самом деле, надо, вот я ещё на нём не ездил, толком, надо. Прямо... Ты не ездил на Great Wall? Да. Зачем? Вот на тех, что продаются сейчас. Последний Great Wall, на который... На тех, я помню, что-то вы ездили, конечно. Это кошмар, да, был. Да. Актион сейчас, 14-го года, он такой, ничего, симпатичный. Ну, что, первый российский тест-драйв Tesla провёл Стиллавин ещё в прошлом году, но, друзья, не умаляя заслуг Стиллавина, да, я всё-таки хочу сказать, что там покататься немножко по парковке — это одно, а провести тест на полигоне с измерениями — это совсем другое. Ну да. Правильно. Просто, да, тест в нашем авторевьюшном понимании — это именно тестовая работа, которая занимает несколько дней. И одно другому, на самом деле, друзья, не противоречить. Конечно, абсолютно. Стиллавин, с точки зрения, так сказать, условно говоря, народный тест-драйв правил. Конечно, конечно. А Леонид, так сказать, совершенно профессиональный. Хочу приобрести нулевой Kia Mojave. Какие за и против? Не нулевой, а нулёвый. Нулевой Kia Mojave. Нулевой. Нулёвый. Ладно, нулёвый. Ну, смотрите. Пусть пользуются букву «Ю», она не просто так в русском языке. Да, Kia Mojave — это большой такой, значит, то, что называется SUV, спорт-ютилити-вейкл, якобы внедорожник. Проблема в том, что он достаточно дорогой. Он стоит около двух миллионов рублей. Ого. Да, при этом он рамный, что, к сожалению, негативно отражается на плавности хода, на управляемости и так далее. Он такой архаичный. Но вообще-то рамность же — это хорошо. Нет, это нехорошо. Это всё архаика. Архаика? Да. Почему? А потому что зачем тебе рама, когда всё, несущий кузов тебе решает, у несущего кузова выше жёсткость. Она позволяет добиться совершенно другой управляемости и так далее. Не-не, это... Да? А если ты занимаешься теми же делами, что Наташа своим рывковым тросом? Вот, нет. Вот. А для внедорожья Mojave не годится, потому что это не внедорожник. Это автомобиль для Америки, который был сделан такой, он компромиссный. Поэтому, моё мнение такое, новый Mojave покупать не стоит. Лучше уж там, да, смотреть на тот же там, я не знаю, там Hyundai Grand Santa Fe. А вот подержанный, когда его цена падает на вторичном рынке до там миллиона с лишним, вот это да. Что, может быть, телефончик? Не исключено. Алло. Алло. Здравствуйте, как зовут вас? Добрый вечер. Здрасте. Меня зовут Юрий. У меня вот такой вопрос. Что лучше? Skoda Octavia, Chevrolet Cruze или Volkswagen Polo под такси. Двигатель 1.6, коробка автомат. Что он понадёжнее, что подойдёт? Под такси. Ну, Cruze, мне кажется, маловат. Polo неплох. Он тоже, в общем-то, маловат. Я бы на вашем месте. А вы на какие деньги рассчитываете? Ну, 600, 700, 750. Не больше. Да. Вот, во-первых, в эти деньги вы можете уложиться... А, вам нужен автомат, да? Вот тогда, к сожалению, Peugeot 408 вам не пойдёт. Потому что там четырёхступенчатый автомат не очень хороший. А не присматривались, например, к такому автомобилю, как Chevrolet Cobalt? Ну, он маловатый по размеру, по-моему. Да нет, он такой же, как Polo и как Cruze. Cruze, дело в том, что, несмотря на то, что это автомобиль формально гольф-класса, но по размерам салона, если вы вот говорите про такси, да, он примерно такой же. Ну, большое спасибо. Пожалуйста. Я, ну, всё-таки разочарованно искал спасибо. Егор Ставрополь, добрый вам вечер. Помогите, новые, C-класс ещё в этом козове или CLA? И ещё вопрос. Так ли реально дорог Мерседес в обслуживании, как все вокруг говорят? Спасибо. Ну, он не дороже, чем те же там BMW и Audi. Там всё очень... Всё, или там Volvo, да? Всё очень... Вопрос в том, с чем Егор сравнивает. Вот с мнимым, вернее, вымышленным, как все говорят. Нет, ну, там, как все говорят, действительно, естественно, обслуживание премиум автомобилей премиум-сегмента, так называемого, конечно же, оно обходится дороже. C-класс или CLA? Я бы однозначно взял C-класс, потому что это автомобиль другого уровня, да, CLA. Это машина изначально переднеприводная, с поперечным расположением силового агрегата. Это, грубо говоря, это машина гольф-класса, и технические решения у неё из гольф-класса. А C-класс — это настоящий Mercedes с продольным расположением силового агрегата, с задним приводом и так далее. Тем более новый, сейчас который будет, это очень интересная машина. Всё, друзья, прерываемся. 5-5-3-3 в начале своего слова «Маяк». Мы на новости, а потом вернёмся. Дорожный просвет с Леонидом Головановым. Дорожный просвет. А кто это такая была-то симпатичная? Морчиба. Морчиба была? Морчиба. Я обожаю морчибу. Мы с Лёней думали, что музыка идёт. Мы с ним сейчас сидим, там, автозвук обсуждаем, а красненько это горит, микрофоны работают. Поэтому я думаю, что кто-то что-то услышал, наверное, нет? Нет, это слово не пролезло. Прекрасно Наталья из Москвы пишет. Вы меня архаичностью рамы расплющили, конечно. А вот говорят, что несущий кузов, например, Infiniti QX56, паркуешь одним бортом на бордюр, и двери уже не закрываются. Врут, спрашивает Наталья. А, вот, действительно. Нет, не врут. Это действительно проблема больших машин с несущим кузовом. И когда у вас рама, и на ней монтируется кузов, через эластичные, как правило, крепления, то действительно иногда жесткость... Вы можете думать, что жесткость кузова, то есть вы наехали действительно, рама у вас скрутилась, а кузов скрутился уже не так. И у вас там, типа, двери закрываются. Но проблема в том, что жесткость именно рамы всей... То есть это у вас случилось благодаря скручиванию рамы. А когда мы говорим про управляемость, то там именно жесткость всей конструкции, а подвеска-то крепится к раме, она играет очень существенную роль. И когда, как только вам нужно, грубо говоря, приблизить поведение на дороге машины такого класса к легковому, то тут у вас с рамой, ну, ничего не получится практически. Уж тем более, говоря о том, что рама диктует применение, соответственно, архаичных подвесок, например, заднего моста. Наталья сейчас, мне кажется, доплющил. 5533, в начале смс слова «Маяка» и 728-7171, код Москвы 495, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте, Леонид. Большинство автомобилей Volkswagen Caravelle дилер продается подвеской, адаптированной для России. Склоняюсь к европейскому варианту. Что посоветуете? Почему бы вашему журналу не провести тесты автомобилей с различными настройками подвесок? С уважением, Александр. Александр, мы это делаем при возможности. Проблема в том, что найти, то есть даже с нашим ультимативным таким подходом, найти на тест все версии очень часто невозможно. Вот, например, сейчас, что касается Теслы. Там же есть вот пневмоподвеска, это опция. И нам, естественно, обычная подвеска базовая, она на пружинах. И нам было бы дико интересно сравнить обе версии. Но тут уж спасибо и на том, что мы нашли хотя бы одну машину. То же самое касается здесь. Вот, как правило, мы на тест можем взять автомобиль, который для России, в российской спецификации. Иногда мы... У нас есть отделение на Украине. Иногда мы... А украинские машины очень часто бывают в европейской спецификации. Очень часто мы пытаемся вот так вот часть взять машину оттуда, часть отсюда сравнить. В общем, что касается транспортера, Каравеллы, сказать сложно, надо все это дело испытывать. Я полагаю, что европейский будет все-таки жестче. Жестче, да? И это достаточно критично. Помогите выбрать, Леонид, Шкода, Октавия, Титановый фонарик с лазерной указкой или книжку Катаева с автографом Вересаева. Ладно, шучу. Парни, не динамите, скажите милость. Зная трепетное отношение Леонида к Форду Си Макс, хотелось бы попросить о сравнении Форда и Шевроле Орландо. Если можно, чуть более развернуто для моей супруги Натальи об Орландо. Си Макс или С-Макс? Написано Си английское, а правда русское С. Вот я думаю, что... Хотя он все пишет по-русски, наверное, С. С-Макс-то он только поддержанный предыдущего поколения. Если это нынешний современный С-Макс, конечно, С-Макс круче Орландо. С-Макс круче Орландо. Да, но и дороже. Конечно, это С-Макс, это автомобиль другого уровня. Вы это сразу почувствуете, как только окажетесь внутри и как только тронетесь с места. Орландо хороший, но он не даст вам такого удовольствия от вождения. И Орландо, конечно же, поменьше, чем С-Макс. Может быть, вот этот парень, который написал нам С-Макс, он знал, что ты больше любишь С-Макс? Он и пишет, но знает трепетное отношение. А Наталья, значит, хочет Орландо. А он, типа, устами профессионала ее отговаривает, то есть твоими. Кстати, вот сейчас посоветую присмотреться, например, к такому автомобилю, как Opel Zafira Tourer. Турер. Да. Который, он не столь ездовой, как С-Макс, он такой, скорее, комфортный, вот как Astra, он на базе Astra сделан. Вот. Но сейчас он продается по ценам абсолютно орландовским, при том, что это автомобиль, все-таки вот, да, Орландо, это автомобиль корейский, сделанный все-таки для таких развивающихся рынков, да, второй категории. А Zafira Tourer, это совершенно европейский автомобиль. Посмотрите. Добрейший вечер вам, государе. Помогите сделать выбор. Ваш ответ будет решающим. Кто за интеллигентный человек? Откуда пишет нам этот прекрасный парень? Из Москвы. Молочина. Тигуан, RAV4, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, IKEA Sportage. Бюджет 1,2-1,3 миллиона. Что посоветуете нам? Спасибо, заранее поклон вам. Ого. Вот какой человек. Телефон запиши, хороший парень. Отличный, да. Ну вот смотрите, много раз я рассказывал про то, что Тигуан, на мой взгляд, это абсолютный лидер в классе. В том, что касается ездовых свойств, там, эргономики, то есть как там сидеть, и разгонной динамики, да, это очень хороший автомобиль. Проблема в том, что он скучноват по дизайну, особенно по дизайну интерьера, это многим не нравится. Ну и скоро, в принципе, уже грядет смена поколений. Вот. Mazda CX-5 тоже очень хороший автомобиль, и по сумме качества она стоит вровень с Тигуаном, но она, может быть, не столь рафинирована по езде. Так. Вот, но экономичнее, кстати. Вот с этими новыми моторами с коактивными, там прям все хорошо. Toyota RAV4, на мой взгляд, неплоха, но стоит вровень с такими автомобилями, как Kia Sportage. То есть могла бы она быть чуть подешевле. Вот. Но тоже, безусловно, это хороший автомобиль. Особенно там, скажем, например, дизельный с автоматом. Что там еще? Ничего, Кашкай. Кашкай, ждем машину нового поколения. Вот прямо сейчас, наверное, мой коллега ездит на Кашкай, вернется, расскажет, расскажу. То есть Тигуан или Mazda CX-5, а там уже попробуйте на тест-драйве, сами решите, что вам ближе. Еще одна короткая, можно из Башкортостана, просто мы с этим не сталкивались, с таким форматом. Супер-черная молния, если альтернатива даст. Супер-черная молния нам пришла. Ну вот в том-то и дело, что не рассматривать же альтернативу, в принципе, альтернативы, конечно же, есть. Да, это или, например, переднеприводные там Саньон Коктион, или это может рассматриваться даже там Шевроль-Нива. Но, на мой взгляд, альтернативы по сочетанию цены, просторов багажники, проходимости, функциональности и так далее, нет. В общем, строго говоря, нет. Тогда может быть звонок, друзья? Нужно. Ай, алло. Алло. Да. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Леонид, Ренос Сник 3, но не тот, который у нас продается, а из Европы, который уже с навигацией и со всеми делами. Плюсы, минусы и вообще, как машина себя ведет, надежность и обслуживание. Спасибо. Машинка неплохая, но, к сожалению, вот в наших условиях не отличается она прямо вот беспроблемностью. Есть там какие-то и по мелочам проблемки там с тем же там подрулевые переключатели, там какие-то там, да, бывают замыкания. Вот. Стоит ли брать машину из Европы? Я, в общем, черт знает, не уверен, потому что там эти машины, как правило, с большими пробегами, конечно же, в хороших условиях, по хорошим дорогам, но все равно пробег это пробег. Так что, не знаю, вот, к сожалению, Сценик не является вот так вот моим приоритетным, приоритетной покупкой, скажем так. СМС-портал, наш, друзья, 5533, в начале СМС-слово «Маяк», вот смешная. Добрый день, Леонид, расскажи... Нет, не то. Сейчас, где это? Вот, молния. Здравствуйте, Леонид. У сестры Мазда. У Мазды пазл, на пазле дизель. Шучу. У сестры Мазда 2, битая два раза, в этом смысле, видимо, два. Надо менять. Подскажите, хороший вариант, бюджет 300-500 ТР, у сестры две дочки, надо возить на занятия, тренировки, плюс иногда выезжают за город. Вся история семьи, понимаете? Да, 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 да. Тапу зовут Евгений, где он, не знаем. Я шучу, 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 этого не было. Слушайте, ну, надо машину попросторнее, очевидно, да, и тут просто, ну, естественно, новую машину. Тут только вы, сколько там, 300-400, да? 300-400 тысяч рублей, да. Ну, вот, влезете только в, там, в Логан, скажем. Вот, а, кстати, я думаю, что новый Логан, который вот пойдет, который будет таким вполне симпатичным по дизайну, с его простором в салоне и с его подвеской хорошей, вполне себе будет автомобилем для таких вещей. Да? Да. Вот, Ладу, Калину, увы, пока не посоветую. Угу. Вот. А из подержанных машин это может быть автомобили гольф-класса, там, да, тот же может быть Ford Focus предыдущего поколения, тот же девятый Lancer из хороших рук, Kia Ceed из хороших рук. Да, вот такие беспроблемные машины вполне, особенно если это универсал, например, тот же там Ceed SV найти. Понятно. Выбираем между BMW X3 и Range Rover Evoque. Посоветуйте, пожалуйста, в том числе интересуют условия техобслуживания. Вот, конечно, вот понимаете, в том, что касается условий техобслуживания, как мне кажется, все зависит, вот как я уже говорил, премиум бренды очень близки, там, да, по стоимости норма часа, там, и так далее, и там, да, у кого-то норма часа может быть меньше, но они это компенсируют, они свое возьмут чем-нибудь, да, там, теми же запчастями или межсервисным интервалом и так далее. А как мне кажется, да. Извини, короткий автобик, меня вез недавно таксист и рассказывал мне, думая, что я понимаю, о чем он говорит. И да, я приезжаю к этим, они мне говорят, смотрите-ка, у вас нагар разного цвета, надо заказать что-то. Я им, ха-ха, и там что-то объясняет мне. Я говорю, да, слушайте, ну вы попали. Он говорит, что он попал, он всегда разного цвета. Я говорю, вот я имел в виду, ха-ха. Вот, а он что, всегда разного цвета, да, нагар? Нагар? Нагар. Ну, почему разного? Если он имеет в виду, что на... Я не знаю, что он имеет в виду. Нагарно-свилиндрах? Нет, конечно, он не всегда разного цвета, конечно же, нет. Дядя не прав. Да. А я согласился. Вот, друзья, как важно не мотать головой, как дурак, если в чем-то не разбираешься. Х3, его. Я очень люблю с фактистами общаться, это прекрасно, да. Илюх, чего ты тут? Так вот. Илья сидит и так лукавен к Ленинской молчит. Х3, по надежности, скорее всего, будет лучше. По стоимости обслуживания, скорее всего, они где-то близки. Поэтому выбирать, что вам ближе. Но напомню еще раз, что Х3 такой более ездовой автомобиль. Эвок тоже хорош, но тут такой баланс между комфортом и спортивностью. А что, я предлагаю телефон брать, только быстро. Вот, умеешь. Только быстро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Быстрее. Меня зовут Сергей, я из Калининграда. Давайте, Сергей. Интересуюсь по поводу фрилендера второго дизеля на автомате. Хотел узнать вообще, что он и как. Как вы считаете? Слабое место – это автомат, прежде всего, ЗТФский. Да, для ремонта которых даже в Москве фирма ЗТФ построила свое отделение, открыла. И, значит, там трансмиссия. Где-то это, как правило, бывает после 100 тысяч километров пробега. С этими агрегатами, узлами бывают проблемы. В целом это, увы, не самый надежный автомобиль, но самый надежный из ленд-роверов. А, вот, это красиво. Самый надежный из ленд-роверов. Да. Так что, в принципе, рискнуть, отдавая себе отчет в рисках, можно. Спасибо большое. Так, друзья, мы прерываемся на традиционно 30 секунд передышки. Дорожный просвет с Леонидом Головановым. Дорожный просвет. Ну что, помогите. Добрый вечер. Подскажите, что взять. Помогите, подскажите. Добрый вечер, здравствуйте. Подскажите, что взять. Volvo XC90 или Honda Pilot в сравнении? Не могу решить. Семья большая. Путешествие. Сергей, Москва, спасибо. Уже на коленях. Вот Honda Pilot, увы, увы, не самый хороший автомобиль в том, что касается, например, плавности хода и управляемости. Водить его, к сожалению, не так приятно, как тот же другой из Ростовской области, Pilot или Highlander. Вот Highlander гораздо лучше по плавности хода. И то же самое, в общем, касается и XC90. То есть, да, хотя это старая машина, она уже сейчас будет заменена новой моделью, но со скидками, да, просто надо выжимать прямо дилеров. Говорит, ребята, вы продаете вообще, да, там, позавчерашнюю машину. Ну-ка, давайте мне. Это может на них подействовать? Да. Да? Да. Я не знаю, какой сейчас размер скидок, но то, что сейчас по XC90 сравним с XC60 по цене, при том, что это автомобиль гораздо больше, да, просторнее, это факт. Ну вот еще хороший вопрос. Леонид, Audi A4 против Volvo S60. Что посоветовать, если Audi, то стоит ли брать Quattro? Спасибо. И, да, ну, то есть, Audi... Однозначно, если Audi, то Quattro, это, ну, это совершенно... А если Audi или Volvo S60? S60 очень хороший автомобиль. В чем-то, я думаю, он будет, например, побеспроблемней, чем Audi. А вот этот вот стереотип, что Volvo дороже стоит в обслуживании? Ну, нет, нет, я думаю, что там все примерно одинаково, но A4, наверное, все-таки, например, попросторней до сих пор, чем S60. Да, конечно, конечно. А S40 вообще маленькая, получается? S40 вообще маленькая, конечно, да. Ну, то есть... В40 сейчас, это там вообще там... Там собачка Пекинес еле влезает туда. В общем, грубо говоря, что машины примерно одинаковые, да? Но только, например, у Audi есть возможность Quattro, а у Volvo S60 Quattro нет. Уже есть, нет, есть полный привод. Полный привод. Да, он просто другой, с муфтой Haldex сзади. То есть, это изначально перезнеприводный автомобиль с автоматическим подключением задней оси. А Quattro постоянный? Квattro постоянный до сих пор, слава тебе господи. Ну, в общем, две приличные машины. А что такие критерии? На эстетику, что ли, надо? Ну, во-первых, да. Я всегда говорю, когда вот есть два таких фаворита, не пожалейте времени тест-драйв сами. Слушайте, а вы смотрите... 15-20 минут проанализируйте впечатления и доверьтесь себе. Потому что это ваш выбор, это ваши ощущения. Они вас будут сопровождать всю жизнь. И не слушайте, что вам будет говорить... Ну, и меня не слушайте, да. И не слушайте продавцов, которые будут сиатрены и капать вам на мозги. Нам Владимир Сорокин написал, друзья, письмо. Ну, прошу, писатель, товарищи, помогите сердечно. Вот кому бы я был рад посоветовать, да. Помогите сердечно, пишет он нам строчками своего будущего романа. Покупаю первую самоходку, а денег 500 тыр. Смотрю на годовалый полуседан ручной. Утвердите мое желание. Да, да. Да, утверждаю. Абсолютно, да. Спасибо. Будьте только осторожны с тормозами. Пишите. Надо перепрошивать АБС. Эпилевин, вот, космической хорошести вечера вам. Леонид, ваше отношение к школьной Октавии то ли PC, то ли RS. RS, RS. Плюсы и минусы. Да, очень хорошая машина. Она просто, вот особенно сейчас, Октавия уже стала слишком большая. То есть это, кстати, вот предыдущая Октавия RS была лидером по продажам в своем сегменте, так называемых горячих хэтчбеков. А это лидер по весу уже, по объему. Нет, по соотношению количества автомобиля, денег там и так далее, Октавия, безусловный, конечно, лидер. Другое дело, что вот сейчас Октавия уже такая большая, что это фактически автомобиль уже класса не C, а D. И вот, я не знаю, я еще не ездил сам на RS Киноновый, но обычная Октавия производит впечатление такой большой, с такой хозяйственной машиной. И я не очень пока представляю, как она поедет вот с 200 сильным плюс зарядом. Давайте возьмем телефон по-быстрому. Я согласен. Алло. Все, отвалился. Может, нет, подожди. Может, он не так, как Илья сегодня вначале приветствовал. Алло. Алло, здравствуйте. Понял. Здрасте. Здравствуйте, как зовут? Здравствуйте, зовут меня Алексей. Очень хотел бы спросить помощи у Леонида в совете. Бюджет полтора миллиона. Очень сильно колебаюсь. Нравится, что называется, в слюне Discovery 4. Либо, как вариант, рассматриваю Touareg, как компромисс между комфортом и проходимостью. Или, думаю, может быть, махнуть рукой, да посвежее взять под жерек. Будьте добры. Ну, вот, смотрите, Touareg поддержанный я брать бы все-таки не стал. Вот, это раз. С Discovery тоже, конечно, мы понимаем, да, что рисков очень много. Но Discovery, Discovery, это очень такой, конечно, автомобиль характерный, что называется. Вот, а Pajero, безусловно, надежнее и рисков там меньше, но вот тех ощущений, особенно, что диска, он, конечно, не даст. Он попроще поездил. Попроще. Слушай, надо Архангела Городки, ответить одной красивой. Давай. Умоляю. Давай, еще. Умоляю. Еще. Умоляю. Ну. Пожалуйста, пишет вам девушка. Решила взять Lancer 2013 года новый, АКПП. Угу. Это моя вторая машина после Matiza и первая с автоматом. Да. Что ожидать от нее? Хороший ли это выбор? Спасибо. И женщина обычно подписывается уже у вас на коленях. Да. Это хороший выбор. Причем нынешний Lancer, он еще там какое-то время будет выпускаться. И, в принципе, если вам не нужен большой багажник, то это, в общем, хороший выбор. Это хороший автомобиль. Угу. Вот. И ожидать нормальной, адекватной работы автомата и, в общем, долгой, беспроблемной жизни с этой машиной. Вот так вот. Это факт. Душа в душу. Спасибо. Спасибо. Кстати, вот, нам Сорокин продолжает. Это Сорокин. Спасибо, господа вещатели. А что там с ЭБС? Закралась опаска, дюже. Значит, смотрите, что с ЭБС? Это проблема многих автомобилей концерна Volkswagen и, в частности, нашего полоседана и Tiguan. Когда вы тормозите на быстро, экстренно тормозите в пол на неровной скользкой дороге, то, к сожалению, да, система, значит, у нее такая настройка. Система антиблокировочная растормаживает слишком сильно колеса, и машина как будто не тормозит. Педаль встает, колон, и не тормозит. Опасность. Это опасно. Мы проводили специальные испытания, убедили представителей концерна Volkswagen в том, что это действительно проблема. И они разработали новую прошивку АБС. Проблема в том, что они ее не заливают просто так. Вам нужно приехать на сервис, сказать... И пожаловаться. Да. Будьте добры, залейте мне новую прошивку. Нам Леня сказал. Да? Не, ну правда. Новая прошивка. Это уже не смешно. У нас в авторевью у нас много статей этому посвящены, испытания мы проводили. Можно быстрый вопрос? Леонид, добрый вечер. Что скажете о Hyundai i40? Это альтернатива Camry? Ну, как сказать. С 5-й корейской марки. К сожалению, нет. К марке отношусь хорошо, потому что они прогрессируют. К i40 пока нет, потому что наш опыт говорит о том, что пока Camry эта машина уступает. Уступает? Она призвана стать конкурентом Camry? Абсолютно. Это я не представляю себе. Нет, нет. Она и по дизайну... Это очень эффектная машина. И по соотношению опций и так далее. Это хороший выбор. Но им осталось еще научить i40 ездить так же, как ездит, например, Kia Sorento. Вот так вот. Все, спасибо. Затем прощаемся. Всем спасибо за смс и звонки. Друзья, следующий час у нас интерактивный. Точите свои ножики, готовьте свои зубы острые. Будем не на шутку биться. Леня, спасибо и до встречи через неделю. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова